Одесситы жалуются. Коммунальщики давно забыли дорогу на их придомовые территории. Причем независимо от места расположения дома, будь то центр города или спальный район, проблемы остаются неизменными. Разбитые внутридворовые проезды, отсутствующие тротуары, неухоженная зеленая зона и полное отсутствие хоть какой-нибудь деятельности со стороны ЖЭКов и ЖКСов. Так, жители дома по адресу Малиновского, 49, вот уже несколько лет не могут добиться, чтобы заасфальтировали площадку у их подъезда. Ямы, лужи, мусор и грязь. Такими нелестными словами можно описать суровую действительность дома, расположенного по адресу Малиновского, 49. Этот высотный дом советской еще постройки имеет всего одну парадную. Причем после каждого дождя ни войти, ни выйти из нее практически невозможно. Невозможно даже пройти, вот прям вот досюда вода ходит и вот так вот становится, и машины тем более еще ездят. Ну, в общем... Получается море, да, сразу? Море, да, постоянный. Дерак, получается, чуть ли не неделю стоит. Прощается, страшное дело. Вот эта яма, она прямо на лотках. Вот там от, это вот, огорожено теплосетевский, это вот, там проходят все коммуникации, вот здесь они идут, вот сюда они идут. И с первого дня живут здесь, в этом доме. И вот эти ямы прямо на лотках. А кто нам разбил эти ямы, это не наши легковые машины. Это в этот магазин, вот вывозили сюда мебель и что вы... Тяжелая, да? Ой, уже! Единственную площадку у входа в здание украшает несколько весьма внушительного вида ям. Можно сказать, что они то единственное, что, собственно, и осталось от былого асфальта. Поэтому даже небольшой дождь для местных жителей оборачивается всемирным потопом. Причем происходит великое затопление не только из-за присутствия ям, но и из-за полного отсутствия ливневок. Ну, из-за ямы, и тут у нас, по-моему, рядом нет ничего такого, чтобы куда бы оно стекало. Ливневок вообще нет? Нет, здесь совершенно нет. Зато ямы есть. Ямы, да, очень много. Куда только не обращались жители, кому только не жаловались. Один раз, говорят люди сюда, коммунальщики даже привезли асфальт. Правда, в тот же день его увезли снова. Ну, а ямы остались девственно нетронутыми. А откуда я знаю? Вот я не знаю, почему они не заделывают. Это я не знаю. Не реагируют? Не, абсолютно. Я знаю, что подписывала Наташа с девятого этажа, общее письмо писала. Или депутату, или куда там в исполком писала. Это же ужас. Посмотрите, здесь что делается. Посмотрите, где... А там что делается? Посмотрите-ка там что делается. Безобранно. Ужас. И вот так мы живем. Очень стыдно за то, что мы платим за придомовую территорию. И вот эти вот ямы должны быть расклеены везде фотографии. Не только вот так вот. Мы их наблюдаем. Пусть еще и кто-нибудь посмотрит. Власти. Кто за это отвечает. Внутри дворовой проезд немногим отличается от придомовой площадки. Те же ямы и такое же разбитое дорожное покрытие. Зеленая зона после очередной прокладки труб тоже вся в провалах, не хуже дорожных. Именно туда стекает дождевая вода, и поэтому окружающая местность больше напоминает болото, чем благоустроенную территорию. Здесь нет детских площадок, нет тротуаров, нет дворников. Впрочем, последнее почему-то практически не удивляет.